Здравствуйте, меня зовут Оля Кудиненко, я учредитель фонда Таблеточки. Я специализируюсь на построении системных благотворительных фондов и привлечении финансирования к ним. Это называется фандрейтинг. Любому социальному проекту необходимо финансирование, и его нужно привлекать из разных источников. Благотворительные фонды в целом привлекают финансирование из четырех источников. Это физические лица, компании, гранты и государственная поддержка. Распределение для стабильного благотворительного фонда должно быть следующее. Как ориентир, 70% денег приходит от физических лиц, 20% от компаний, 5% или 10% это гранты или государственное финансирование. Для того, чтобы получить деньги, их надо попросить. Для того, чтобы правильно попросить деньги, надо составить структуру обращения. Во-первых, надо знать, на что вы привлекаете деньги, что вы хотите достичь благодаря этим деньгам, какая ваша миссия, какая задача. И вы должны это объяснить другому человеку, к которому вы обращаетесь. Во-вторых, вы точно должны знать, какая сумма вам нужна. Это должна быть хорошая сделка, выгодная цена для людей и понятное решение. В-четвертых, вы должны объяснять людям и показать, как их деньги изменят ситуацию, мир, что будет, если этих денег вы не получите. И в-пятых, вы должны отчитаться за эти деньги, поблагодарить. Есть 5 правил успешной просьбы обращения. Первое, вы должны объяснить человеку, почему эти деньги вам нужны сегодня, почему этот проект не может подождать год, два или три. Второе, вы должны в своем письме повторить эту просьбу о деньгах два или три раза. Все письмо обычно не читают, в начале, в середине, в конце. В-третьих, она должна быть написана на понятном языке. Никакой профессиональной терминологии, сокращений. Можете проверить это обращение на вашей бабушке. Если она его поняла, значит она хорошая. В-четвертых, вы должны написать о чувствах и взывать к благотворителю о его чувствах и его задачах, а не о том, какие вы молодцы за то, что вы делаете этот проект. И в-пятых, вы должны говорить о тех результатах, которые получатся благодаря проекту, а не о процессе, как вы его будете делать. Успешный фэнрейзинг состоит из секретного правила, волшебного правила 40-40-20. 40% это то, к кому вы обращаетесь, с какой аудиторией вы говорите. Вы должны говорить с ними на понятном и одном языке. Вторые 40% это что вы говорите им, в чем ваше предложение и зачем вам нужны деньги. И только 20% это креативность и творческий подход в обращении. Поэтому очень важно сосредоточиться на сути того, что вы делаете. И помните, каждое ваше обращение это обращение к живому человеку. Обращайтесь к нему так, как вы бы хотели, чтобы обращались к вам. С добротою, теплом и понятной речью. Так, чтобы было понятно, в чем ваше предложение. Говорите так, как вы говорите со своими друзьями. Не бойтесь его регалий, званий и должностей. Это самое, мне кажется, главное. И как только вы показываете, какого результата вы достигнете с помощью своего социального проекта, вы точно получите на него положительный ответ. В мире много проблем. Один человек не может их все преодолеть. Но абсолютно для каждой проблемы можно сделать что-то. Абсолютно каждая задача, каждая проблематика может быть под силу одному человеку. Если ее подробить, разделите ее на маленькие части. Слона ешьте по кусочку. Я уверена, что у вас получится привлечь деньги на все ваши социальные проекты, если вы будете взывать к людям и объяснять им, как вклажен их вклад. Желаю вам успешной реализации в каждого вашего проекта и легкого поиска финансирования. Задавайте ваши вопросы на YouTube-канале, и мы обязательно на них ответим.